Я думал о том, что для нас будет самым важным в нашей жизни. Вот посмотрите, кто-то прожил больше, кто-то прожил меньше. Вы, смотря на свою жизнь, увидите все ее достатки, все недостатки, достижения или падения. И смотря на свою жизнь, вы делаете себе оценку, смотрите, что надо было делать и что надо было делать. То же самое и я. Мы не думаем, что в нашей жизни вообще надо было бы избежать, а от чего нужно было бы достигать. Что является самым важным. Я думаю, по мере того, как люди больше живут, больше об этом задумываются. Кто постарше, уже ближе к личности, больше думает, а что же я сделал так или что сделал так. А что, может, надо было бы поменять, а может быть, уже хотя бы сейчас пора поменять. И в нашей жизни мы на все ставим, с людьми. Есть вещи, которые для нас являются очень важными. А есть вещи, которые являются, может быть, вообще неважными или очень маловажными. Такие вещи, как наша работа, что мы будем есть, где мы будем работать, где мы будем жить, это важные вещи. И об этих вещах мы заботимся, заботимся, мы с вами много и любим. Мы думаем о том, что нам надо сделать. Я помню, когда был маленький, любил мультфильмы очень смотреть. Я думал, ой, если бы я сколько, если бы он этот фильм мог бы рассмотреть. Может быть, кто-то свою жизнь пересмотрел очень много. Фильмы пересмотрел. Фильмы пересмотрел, передач пересмотрел. Время прошло. То время, которое является большим временем. Мы где-то ему инвестировали, где-то в что-то вложили. Может быть, кто-то пытался сделать что-то интересное для себя. Вот, посетите, чем больше места. Или чем больше стран быть. В разных местах. Я слышал некоторые старые люди. В преддверии вечности у них была мечта про имя с парашютами. И эта мечта существует. Для них это было чем-то очень важным, при имя с парашютами. И много чего для нас может быть кажется важным. То, что нам... Где мы работаем. Где мы будем работать. Как мы зарабатываем. Или даже как мы тратим наше время. И это является и считается очень важным. И мы проводим с миром. Я хотел бы, чтобы вещи, которые мы считаем и думаем, что на самом деле важны для нас. Могли бы проверить, что же было важным для Иисуса Христа. Иисус Христос прожил по человеческим меркам очень коронную жизнь. Чуть больше тридцати год. Что за этих тридцать три года с лишним для Иисуса Христа было самое важное. Вот если вы посмотрите, какую оценку вы дадите жизнь Иисусу Христа. Когда я смотрел, то это то, к чему он стремился. Это общение Иисусу Христа. Вы помните, когда целые дни он проводил сам родом? Он их кормил, он их исцелял. Где он проводил ночи? А ночью он выходил на горы и проводил общение Иисусу Христа. Для него самое важное было общение Иисусу Христа. Когда я смотрю на свою жизнь, очень часто я вижу, что то, что должно быть, самое важное. Иисусу Христа бывает чуть ли не последнее место. Сколько времени лично я уделяю молитве? Каждый из нас, давайте пусть задаст этот вопрос сам себе, не надо руки поднимать. Проверьте. В день, в день, который Бог дает каждому из нас одинаковые 24 часа, Сколько времени из этих 24 часов я молюсь общим Иисусу Христа? И если посмотреть по уровню ценностей, то иногда это кажется на самом деле, может быть, для нас вообще с самого меньшего, то, сколько мы времени уделяем для этого, специально выделяем для того, чтобы иметь общение с Богом. Две минуты, пять минут. Если у кого-то пять минут, это уже неплохо. А может быть, и это не будет. Насколько важна молитва для нас? Для Иисуса Христа нам было очень-очень важным. Для Иисуса Христа Он говорит, пища Моя есть, творить у Моего Сашего. Он хотел исполнить мою любовь, Отца Свого. Он хотел слышать постоянный голос. Иисус Христос, желаем ли мы услышать голос Иисуса Христа? Иисус Христос говорит такие слова. Водушники и молитесь, чтобы им упасть в искушение. Может быть, мы потому и падаем в наши искушения, и духовно ослабываем и падаем только потому, что наша молитва занимает последнее место в нашей жизни. Может быть, из-за того, что мы далеко от Иисуса Христа, мы не можем правильно принимать решение. Делаем много ошибок, спотыкаемся, потому что мы не желаем или не считаем это самым важным. Я хотел бы, чтобы каждый из нас запомнил слова Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И все это приложится. «Правда Его» – вот это слово «правда» – это перевод английского слова «майчистос». То есть не просто «правда Его», но «праведности Божией». Ищите Царство в мажорении Божьей праведности. А Божья праведность принимается никак иначе, как на коленях, когда мы спаяемся, когда мы становимся на коленях. И это не просто видимый знак того, что мы стали, но это глубокое сознание того, что происходит в интернете. Мы измеряемся перед Богом, мы ставим Его выше, а всегда ниже. Когда мы становимся ниже, когда мы становимся на наших коленях, на самом деле, мы духовно поднимаемся. Когда мы о себе думаем много, когда мы низкосты, духовно нас постоим. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы становимся на коленях, мы все помогли не просто слушать молитвы, которые будут звучать, но чтобы мы могли поддерживать эти молитвы, чтобы мы могли вместе молиться, чтобы мы могли проверить свою молитву в жизнь, свое вождение перед Богом, насколько много уделяя времени, насколько я ценю этим, насколько я считаю это важно. Время, которое мы проводим с Богом, это самое важное, что может быть на протяжении нашей жизни. Есть много вещей, которые мы ценим, которые для нас дороги, но останется самым дорогим именно вот это. Молитву, живое, настоящее общение с Богом, с тем, с которым, я надеюсь, каждый из нас хочет проводить вечность. Если мы желаем проводить вечность с нашим Богом, то тем более сейчас, в наше временное снастование, мы должны больше и больше иметь постоянную общую жизнь, потому что мы будем нуждаться. Я поброшу братья прийти, мы сейчас вместе в церковь, преклонимся на наши колени и помолимся за Его наше. Аминь. Аминь.